Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир и с вами Вредный Энот. Мы продолжаем играть в игрушку Jurassic World. И сегодня у нас по плану парочка ивентов и посмотрите вообще как дела обстоят в парке. Сразу хочу отметить, что в ваших комментариях я читаю, очень много вопросов было когда ARK. Ребят, ARK будет в субботу, воскресенье однозначно. Дело в том, что я уже говорил не раз, что я приехал с командировки, хоть и коротенько, но тем не менее я выжды как лимон по полной. И в таком состоянии снимать ARK это просто бред. Качество будет не кокучее, контент будет не кокучей, а я себе этого позволить не могу. Поэтому давайте лучше денек подождем, зато будет хорошее видео. Так, значит что у нас с лаборатории генетики? У нас красавчик, смотри, с первого раза, заметьте, с первого раза он у нас вылупился. А с африкозавр у нас теперь 20 левела сейчас будет. Давайте его сразу прокачаем. Вот он какой у нас красавец, смотри. Он очень голодный у нас, но тем не менее мы его подкормили. А в следующий раз тебя буду кормить, когда у тебя будет кто-нибудь там 10 левела рядышком. А еще лучше, когда 2 10 левела будет. Так, а что у нас вылупилось? Значит вылупился у нас алазавр, это уже второй алазаврик. Давайте мы его поместим, сразу прокачаем обоих и поставим на скрещивание. Они хоть у нас и не супер-пупер сильные, но тем не менее они достаточно прикольные. И пускай они у нас выводятся, тем более они у нас халявные. Так, сразу давайте поставим. Я вот все хочу, кашусь и все забываю. Вот геозавр, как раз он у нас до завтра, до следующего дня вылупится. И в следующей серии я думаю мы на него уже посмотрим. Вот, потому что у нас, почему я хочу его прям форсировать? Потому что у нас тут бакулит один несчастный, который у нас пещерный или коин там правильно называется. Все, больше нету. Вот он, он у нас один такой, хороший и вообще замечательный просто. Больше пока никого нет, но тем не менее, теперь у нас их будет два. Ну что ж, давайте перейдем. Тут опять подводный мир у нас, возможно мы сейчас будем ускорять. Но пока я думаю нам это не стоит делать. У нас есть архелон, который будет на равных. И у нас будет наверное мегалодон, который будет драться с бакулитом. Наверное я сделаю вот так. Я не буду брать третьего, я думаю даю мы сильным. Хотя, хотя нет, нормально. Замены скорее всего не будет, поэтому давайте попробуем таким составом пойти. Состав довольно любопытный. Если он сейчас протастегу не поменяет на бакулита, у которого есть преимущество, то мы спокойненько в спокойном режиме это все возьмем и выиграем. И он, и он не делает замену, это замечательно. Но он зараза очень больно кусается. Прошу заметить. Значит смотри, сейчас мы если уберем протастегу, а мы ее убрать реально можем, то у нас получится, что выйдет бакулит и стережит нашего архелона. И мы нисколечко не разгонимся. Поэтому я предлагаю сделать вот так и на разгон. Мы выдержим спокойненько одну атаку, которая по нам пройдет. Если он будет так, один к одному. Значит один у него либо на дефе, либо на очках. Это не принципиально. Если на очки, то у него четыре атаки. Две атаки мы не выдержим. Так, как лучше делать? Давай мы наверное три дефа сделаем и два на очки. Да, он смотри, он пошел в разгон. Если он сейчас пройдет четыре атаки, нам это будет не страшно совершенно. Вот. Зато теперь у него протастега совершенно беззащитная. У нас есть достаточно неплохой разгон. Мы забираем протастегу за три удара. Делаем три разгона. И мегалодон у нас выходит полностью заряженный. Постам я не могу. Даже если бакуличес выйдет, даже что бы он ни делал, у нас уже будет мегалодон с преимуществом. Во-первых, по очкам. Во-вторых, у него будет бонус к атаке. Давайте попробуем. Сколько он будет? Три атаки проводит. Так. И что у него? Значит у него либо один на очках, либо один на дефе. Ну, на самом деле, нам это нисколько не принципиально. Даже если он поставил деф, мы проводим просто семь атак. И спокойненько забираем бакулита. Нет, смотри-ка, он пошел на очки, он пытался сделать разгон. Но мы ему этого не дали. Ну, давай, ты что там? Вот, давай разгонись там, покрутись, бочечку сделай. Ты смотри, мегалодон-то опасная штука. Это вам не просто какая-нибудь там коралловая акула бесполезная. Это на самом деле такая мощная, хорошая зверюга. К слову говоря, кто не в курсе мегалодона, это реально очень большая штука. По-моему, она метров до 16 метров, что ли, там говорили. Должна была быть. Это так, небольшой такой экскурс в историю. Поговаривают, что и сейчас вроде бы как они еще существуют. Но пока никто их не нашел. Поэтому будем надеяться, что их еще нет. Я предлагаю, знаете, как сделать? Взять леп левродона. Нет. Мы возьмем... Ага. Вот так, да? Как бы лучше сделать-то? Давай возьмем лептоклейдом. Возьмем... Бакулитом. Возьмем леп левродона. Вот так вот, я думаю, мы пойдем таким путем. Один на разгон, один в преимуществе. И один на допивании. Вот так. Я возьму побольше, но более слабых. Так, пока что я не хочу задействовать наших топовых динозавриков. Давай, лептоклейд, твоя задача тупо разогнаться. Ни больше, ни меньше. Держись, как хочешь. Молодец, держися. Он его смутился взглядом. Леп левродон у него посмотрел, подумал, блин, наверное, ушел в деф. И, пожалуйста, срочно тоже подумал, что мы ушли в деф. Поэтому первый раз он не рискнул, а второй раз провел 4 атаки. Теперь он абсолютно беззащитный. У нас бакулит достаточно хорошо разогнан. Нам на него понадобится, я думаю, 3 атаки за глаза. Раз, два, три, да, и три на разгон. Мы забираем леп левродона. Разгоняем бакулита. И выводим нашего леп левродончика. Который будет иметь преимущество перед мазозавром. В принципе, план неплохой. Опа, ты смотри-ка. Внезапно. Хорошо. Давай мы сделаем вот так. Немножко поатакуем. Посмотрим. Чекнем на хп, так скажем. В какую сторону он пошел. Он пошел на очки. Один на деф и два на очки. Да, 6 атак. Пройди 6 атак. 4 атаки. Хорошо, у него, значит, максимум может быть 2 дефа. Но у нас будет бонус. И у нас будет еще очков по самому я не могу. То есть максимум очков. 8 очков может быть. И они у нас есть. Поэтому даже если 2 дефа, нам, в принципе, достаточно было бы 3 атаки плюс 2 дефа. То есть за 5 атак мы в любом случае бы его забрали. Но мы будем атаковать по полной. Вот, пожалуйста, про что я и говорил. Он ушел в деф. Слушай, ну какие у них прям разгоны такие. Они там уплывают, крутятся, вон бочки крутят. Прикольно так-то, наверное, а? Как считаете? Так, отлично. Леоплевродон у нас вообще красавец. Просто затянул. Так, в смысле, а что ты у меня? Дальше давай. Вот. Тыкаю, тыкаю. Не тыкается, ты представь. Хотел было обидеться. Так, значит, смотри. У нас уже 2 боя позади. Остается финальный бой. Вот так. А что? Все в порядке. Мы берем умунозавра. Он замену делать не будет однозначно. Потому что если он сделает замену, то у нас будет бонус. И берем мегаладона. И давай, ну, так чисто. На всякий случай возьмем вот Мауизавра. Ну, на всякий случай. Просто вот хочу. Он не понадобится нам. Я в этом уверен. Но мало ли что. Так, давай-ка мы тебя возьмем немножечко на разгон. Чуть-чуть тебя разгоним. Мы его будем аккуратно разгонять от депа. Так, вот смотри. Я не знаю, что он пошел. У 2 очка. Если он пошел в 2 очка, то мы 2 дефа и на разгон возьмем. Нет, он пошел на 1. Так, значит, у него максимум 3 атаки. Одну атаку мы выдержим вообще смело. Давай 3 атаки, сулочи. Ага. Ага. Это вот очень-очень плохо. Короче. Разгоняем. Ну, пиво нахрен. Вот, 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 вот. Я вот как сердце мчу, что он вот так вот и сделает паразит. Так. У него 2 дефа. У нас сейчас бонуса не будет. Мегаладон, нам нужно замену делать. Однозначно. 2 дефа делаем замену. Умунозавр. Ему хватит 2 атаки. Отлично. Ровненько 2 атаки. Так, плюс. Плюс, плюс, плюс. У него, по-моему, 1 деф. Давай-ка мы вот так сделаем. Вот так и вот так. А, у него вообще дефа нету. Так, я почему-то подумал, что у него 1 деф. Все, ладно, не важно. Нашим проще. Ага, он на очки все пошел. Паразит. Да, это будет больно. Зато он теперь беззащитный. А у нас какой-никакой есть разгон. Ну, давай. Мегаладон против мегаладона. 20 против 20. Силы равны. Но мы умнее. У нас полный разгон. У нас полный дамаг. А он совершенно беззащитный. Потому что он потратил абсолютно все свои очки. На то, чтобы... Я не знаю, на что он потратил. Он какую-то ерунду потратил. Хе-хе-хе. Вот мы молодцы, ребят. Так. С этим мы разобрались. Много что он достается? Так. Немножко денег. Немножко еды. Немножко ДНК. И антиладон. Кстати говоря, давайте-ка глянем. Антиладон у меня уже, по-моему, есть. И, возможно, даже не один. Возможно, мы сейчас за 15 баксов-то возьмем, ускорим. Ну-ка, дай-ка посмотрим. Подожди. Заеду, мы сейчас подеремся. Где? 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 Вот тут. Вот он. Он у нас... А, подожди. Это архиотерий. Подожди. Это не то. Так. Это, подожди. Это не тот. А где он, зараза? Вот он. Антиладон. А, он у меня 20-го левела. Блин. Так бы... А может, у меня есть еще? Давайте-ка глянем. Ну, у меня, по-моему, он один только. Антиладон. Да. Один. У меня вот появилась зверюга. Очень хорошая. Но я пока не спешу его выводить. Так-то нам... Вообще их надо поразводить. Смотри, у нас сколько их тут разилось. Вот у нас вот. Архиотерий. Ну. Блин, я не знаю. Я пока, наверное, подожду. Это что такое у меня? Ох ты. Смотри, что у меня есть. Во, пускай отлично. Так, отлично. Кстати говоря, вопросы были, как быстро развиваюсь, как быстро деньги, коплю очки, ДНК, все. Сумы откуда такие? Ребят, вот. У вас вот такая штука есть. Замечательнейшая штука просто. Она не всегда полезная. Не всегда. Но, тем не менее. Бывают такие тут случаи, когда, допустим, вот не нужна, вот, допустим, остатая. Вы берете ее и меняете на еду. Но она нам нужна. Мы ее не меняем. Вот эти очень хорошо пользуются спросом. Я ее беру, просто меняю. По одной простой причине. Потому что затраты на создание ее минимальные. Я сейчас покажу. Вот, например, баксы. В принципе, можно было бы поменять, но пускай он будет. Хотя 335 баксов за такую карту, в принципе, неплохой вариант. Ну, это уже, конечно, на грани бреда. Вот. Сейчас поясню, как добывать-то. Где они? Вот они. Карточки эти. Просто до первого, до второго уровня максимум доводите. Они там копейки стоят. Берете на отдых. Через сутки опять повторяете. На всех этих. У вас становится вот такая вот. Куча, 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 куча всяких карточек. И вы смело их можете менять. Они вам пригодятся и в бою, и на обмен. Что довольно тоже неплохо. Так. Ну, давайте перейдем. У нас там еще бой. Ну, и попутал. Да, вот так вот забегайте. Деньги снимайте. Так. У нас еще бой. Давайте посмотрим. Так. Битва. Зайду. Обычные две штуки. Так. Обычный. Ой, как хорошо, что у меня лангозавр обычный. Но нет. Я хочу взять лабиринтозавра. Я хочу вот взять... Для этих боев, я думаю, вот мою лангозавра за глаза нам хватит. Тем более, что... Я даже вот так сделаю. Потому что у лабиринтозавра будет преимущество. Опять же, не забывайте вот этим им пользоваться. Кто еще вот... Как бы наичок и так далее. Потому что вопросы возникали. Просто поясняю, пока я их вспоминаю. Давай. Мои лангозавра тупо на разгон. И не выделываемся. Две атаки мы не выдержим. Ну, он одну атаку проводит. Хорошо. Работа не забывайте, что идет умножение при комбо-атаках. Там я смотрел тогда прям на официальном сайте. У них есть табличка такая. Сколько, где, на что умножается. Честно говоря, я не стал заморачиваться. Даже ее запоминать. Ну, я примерно так знаю, что 50%, 70%, 100%. Вот так вот. То есть это можно посчитать. Как правило, вам нужно 3 атаки. Посчитать. Так. А нам нужно 2 атаки провести. Давай вот так вот. Схема 2-2-2. Нормально. Это схема рабочая. Мы ее уже не раз проверяли. Она просто замечательная. Так. Хорошо. Аланка пришла. Ну, давай, Аланка. Твори грязь. Аланка грязь не творит. Предположим, что у нее 3 дефа. Нам нужно 2 атаки. Все. Забираем. У нее вообще 1 деф. И тут как бы... Да. Мы очень хороший состав подобрали в этот раз. Это не как в прошлый раз. Но в прошлый раз, в прошлой серии, у нас реально не из чего было выбирать. Мы выбрали лучших из лучших. И просто пытались подобрать тактику. И в принципе, мы довольно успешно ее подобрали. Так. Отлично. Так. Битва. Ну, вот, например. В принципе, можно было бы опять моюнгазавра взять. Но, я думаю, так. Смотрим, у кого хп побольше. Ты пока посиди. Ну, у нас хп побольше-то у обычных только... Лимноселлист. Давай-ка мы возьмем его. Стегоцефал и Алангазавра. Два на разгон, один на добивание. Понятно. Поехали. Давай тогда вот так сделаем. Лимноселлист. У него хп побольше. Он выдержит две атаки смело. Потому что идет... 72 плюс 72. Это 144. Плюс 50 процентов. От 72. То есть... Сколько мы там? 144? Сколько там прилетело-то? Я пока вот сидел, считал. Ну, в общем, вот столько и прилетело. То есть, у 44 плюс 35. Сколько там? 36. Так. Мы разгоняем дальше. Потому что у нас Алангазавр достаточно сильный для всяких аргентинозавров и так далее. И смысла нету заморачиваться. Проще разменять первого. И вторым уже атаковать. Ну, вот у нас раз очков уже пихать некуда. То, соответственно, мы проводим одну атаку. А он поразит. Смотри, что творит. А он не поймет, что творит. Он боится. Ну, мы этим нагло и пользуемся. Вот 163. То есть, как я и говорил. Грубо говоря, 140 плюс 50 процентов от базовой атаки. Если у вас 3 атаки, соответственно, там больше процентов. 4 атаки еще больше. Так. Ну, этого мы едим. Он без всего беззащитный. 6 атак было из 6. Делаем раз, два, три, четыре. И вот так вот. Это просто на всякий случай. Потому что, ну, вдруг стегозавр придет. И такой наглый, борзый. А, тендзянгозавр. Наглый, борзый. Начнет нас очень сильно бить. Я такого не хочу. Я против такого. Я не хочу, чтобы моего алангозаврика обижали. Теперь, скорее всего, он мог уйти в 4 дефа. Соответственно, мы проводим 7 атак. Так, 3 атаки мы прошибем спокойно. Но, как опять же, ребята, я вам говорил, показал о практике. Они стараются использовать 50 на 50. Либо, если нечетное количество очков, то они используют большую часть на деф и оставшиеся на очко. То есть, грубо говоря, там 2 на деф, 1 на очки. Ну, давайте. Сколько еды? Давай. Давай гадаем. Вот смотри. Вот давай погадаем. Первая карточка будет... Она будет маленькая, да? Давай, первая карточка 37 тысяч. О, нифига себе, 150. Сотка. 170. Ребята, мы подняли почти миллион. Мы где-то 1700-1800 подняли. Но, по сути, это не главное. Мы тут зарабатываем нормально. У нас, главное, вот это вот было. Так, что у нас скоро? Так, гиросферу я не хочу. Хотя, подожди, а что гиросфера? Ну, тут подводные. Так-то в гиросфере нормальные призы можно выиграть. Угу, 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 угу. Не, не буду я сегодня участвовать в ней. Сегодня я уставший. Это мы проиграем, поэтому нет. Кстати говоря, походу, это максимальное улучшение. Восьмой уровень. Больше он мне даже не предлагает. Не говорить ни на каком уровне, ни на чем. То есть, у нас вот 240 тысяч еды за каждые 4 часа. Довольно неплохо. Ну что ж, вот такая вот, ребят, коротенькая серия. Почаще заглядывайте вот сюда. Кому нужно развиваться. Вот, например, баксы, пожалуйста. Если бы я ее не поставил, я бы ее смело продал за 335 баксов. И даже не заморачивался бы. То же самое с едой. То же самое с голдой. Ну, дианзавров я не покупал смысла. Не вижу я в этом пока что. Но, вообще, наверное, можно. Ну, не вижу в этом смысла. Вот, дунклеостей я бы взял. Ну, не за 4200. Вот, на самом деле. Хотя, мне кажется, он неплохой. Давайте, кстати, его глянем. Дунклеостей. Он легендарный у нас. Он пещерный. Ох, вот это мне нравится. А я, наверное, и не посмотрю. Да, я его не посмотрю. Ну, ладно. Ну, что ж, ребят. На этом мы тогда заканчиваем сегодняшнюю серию. Арк, получается, будет уже завтра. Это однозначно. Я вас подвести не могу. Да, и, в принципе, я вас никогда не обманывал. Если вам серия понравилась, ставим большой палец вверх. Если есть что написать в комментариях, соответственно, пишем в комментариях. Не забываем подписываться на канал. Кто не подписан. И кто, кого нету в паблике, не забывайте вступать в паблик. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok